Давайте посмотрим этапы внедрения процессного подхода на основе стандартов ИСО по качеству. Какие этапы внедрения процессного подхода в организации? Первый этап – мы должны идентифицировать процессы. Основные задачи – мы должны определить предназначение организации, то есть определить все требования, которые предъявляют потребители и все заинтересованные стороны. После того, как мы определили все требования, мы должны на основании этих требований сформировать цели процесса, установить цели организации, установить цели политики, сформировать. На основании этих целей мы будем формировать и выходы наших процессов. После того, как мы сформировали цели, сформировали нужные нам выходы, мы устанавливаем основные процессы, которые будут направлены для выполнения данных выходов. После того, как мы установили основные блоки процессов, мы устанавливаем их непоследовательность, строим цепочку. Следующий этап каждого процесса мы должны назначить ответственного, то есть мы определяем владельцев процессов. Каждому процессу назначается ответственное лицо, которое будет отвечать за процесс. И последний шаг в данном этапе мы определяем документацию по процессу. То есть мы смотрим, какая необходима нам документация по формализации процессов, регламенты, либо инструкции. И определяем вообще, какие процессы нужно документировать, потому что не все процессы, ну не обязательно не все процессы подлежат документации. Потому что это, во-первых, и очень много времени занимает, то есть нужно документировать самые основные процессы, их и развивать. Ну это в зависимости от критериев таких, как квалификация сотрудников, сложность, критичность процессов. На основании таких критериев мы определяем, какие процессы мы будем документировать. Редактор субтитров А.Семкин